Строена с учим Василием Петровичем Стасовым и приспособлена под нужды нового учебного заведения. На первом этаже помещалось хозяйственное управление, квартиры инспектора, гувернёров и других служащих при лицее. На втором – столовая, больница с аптекой, конференц-зал и канцелярия. На четвёртом – спальни воспитанников. Третий этаж – учебный, где располагались классы, библиотека, большой рекреационный зал. Здесь, в передней, называемой также шинельной, в холодное время года лицейски оставляли верхнюю одежду. Отсюда мы попадаем в самое просторное парадное помещение третьего этажа – большой зал. И расписаны под розовый мрамор. На торцовой стене изображены символы воинской доблести – доспехи, знамёна. Выше – богиня мудрости и правосудия Минерва, обучающая юношество. В документах Стасова зал назван гимнастическим или рекреационным. Здесь воспитанники проводили часы досуга, занимались танцами, фехтованием, ставили спектакли. По торжественным случаям сюда вносили, покрытый красным сукном с золотой бахромой, стол, на котором помещали грамоту, жалованную императорскому царскосельскому лицею императором Александром I. Сегодня она также занимает своё место в центре стола. Документ с вензелем самодержца скреплён государственной печатью, заключённой в ковчег золочёной бронзы. Содержит устав и манифест о создании лицея. Учреждение лицея имело целью образование юношества, особенно предназначенного к важным частям службы государственной. Грамота была вручена лицею на торжественном открытии 19 октября 1811 года. На церемонии присутствовала императорская семья, министр просвещения, высокие сановники. В большой зал ввели 30 мальчиков в возрасте 10-14 лет, одетых в новенькую лицейскую форму синего сукна, серебряными петлицами и красными воротниками. Вот как вспоминал об этом лучший лицейский друг Пушкина Иван Пущин, чьи слова будут сопровождать вас на протяжении всего путешествия по лицею. По правую сторону стола стояли мы в три ряда. При нас директор, инспекторы, гувернеры. По левую профессора и другие чиновники лицейского управления. Остальное пространство залы на некотором расстоянии от стола было все уставлено рядами кресел для публики. Когда все общество собралось, министр пригласил государя. Звучали торжественные речи. Наибольшее впечатление на присутствующих произвело наставление воспитанникам молодого адъюнкт-профессора Александра Петровича Куницына. На всю жизнь лицейские запомнили его слова. Любовь к славе и отечеству должны быть вашими руководителями. Вы помните, когда возник лицей, как царь для нас открыл чертог царицын, и мы пришли, и встретил нас Куницын приветствием межцарственных гостей. После речей нас стали вызывать по списку. Каждый, выходя, кланялся императору. Когда кончилось представление виновников торжества, царь, как хозяин, отблагодарил всех, начиная с министра. Нас между тем повели в столовую к обеду, чего, признаюсь, мы давно ожидали. Вечером угощали десертом волю вместо казенного ужина. Кругом лицея поставлены были пловки, а на балконе горел щит с вензелем императора. Сбросив парадную одежду, мы играли перед лицеем в снежки, не подозревая так-то в себе будущих столпов отечества, как величал нас Куницын. 8 января 1815 года в этом зале на переводном экзамене с младшего курса на старший состоялся поэтический триумф юного Пушкина. Экзамен публичный. Зал был полон гостей. В числе почетных персон патриарх русской поэзии Гаврила Романович Державин. Пушкин вспоминал. Державина видел я только однажды в жизни, но никогда того не позабуду. Я прочел мои воспоминания в царском селе, стоя в двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояние души моей, когда дошел я до стиха, где упоминаю имя Державина. Голос мой отречески зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом. Не помню, как я кончил свое чтение, не помню, куда убежал. Державин был в восхищении. Он меня требовал, хотел меня обнять. Меня искали, но не нашли. 9 июня 1817 года здесь состоялся первый лицейский выпуск. Характер его был совершенно иной. Как открытие лицея было пышно и торжественно, так выпуск наш тих и скромен. В ту же залу пришел император Александр. В зале были мы все с директором, профессорами, инспектором и гувернерами. Нас по старшинству выпуска представляли императору с объявлением чинов и наград. Государь заключил акт кратким отеческим наставлением воспитанникам и изъявлением благодарности всему штату лицея. Директор Егор Антонович Энгельгард напутствовал выпускников словами «Идите, друзья, на новом вашем поприще. Храните правду, жертвуйте всем за нее. Ни богатства, ни чины, ни ленты честят человека, а доброе имя. Храните его. Храните чистую совесть. Вот честь ваша». Сегодня в шести шкафах из красного дерева более семисот книг с эксклибрисами и печатью лицея. На постаментах бюсты античных философов. Первый – Сократа, в центре – Софокла, далее – Гомера. Лицейская библиотека непрерывно пополнялась. В 1816 году поступила юношеская библиотека Александра Первого и библиотека императрицы Екатерины Второй. К 1819 году здесь насчитывалось свыше пяти тысяч томов. Библиотечное собрание включало книги по истории, богословию, искусству, значительные коллекции эстампов, гравюр, географических карт, описания путешествий, сочинения классиков. В основном это книги, необходимые для занятий воспитанников. В предпоследнем шкафу на Второй полке снизу небольшое изящное издание сочинений античного писателя Вергилия. Именно по нему Пушкин учился латинскому языку. На титульном листе – один из самых ранних сохранившихся автографов юного поэта – А. Пушкин. На полке, за Вольтером, Вергилий, Тасс с Гомером все вместе предстоят. Час утренний досуга, я часто друг от друга люблю их отрывать. В третьем шкафу от входа на нижней полке путешествия вокруг света, записки флота капитана Головнина, путешествия в южной половине земного шара, опытное правление кораблей и другие. Вероятно, многие из них приобретались для лицеиста Федора Матюшкина, который мечтал стать мореплавателем. За страсть к путешествиям даже получил прозвище «Плыть хочется». Федор Федорович Матюшкин стал адмиралом русского флота. В честь него назван мыс в Северном Ледовитом океане. «Счастливый путь, с лицейского порога ты на корабль перешагнул шутя, и с той поры в морях твоя дорога, о, волн и бурь, любимое дитя». В библиотеке хранились первые издания почти всех русских авторов конца 18-го, начала 19-го веков. Во втором шкафу – сочинение Державина, Крылова, Жуковского. Книги, посвященные Отечественной войне 1812 года. «Жизнь наша лицейская сливается с политическую эпохою народной жизни русской. Приготовлялась гроза 1812 года. Эти события сильно отразились на нашем детстве». Из окон библиотеки открывается живописная перспектива Садовой улицы, сохранившей исторический облик пушкинских времен. Такой видели ее лицейские. Справа протянулся продольный канал с 12 каскадами, сооруженный по проекту архитектора Антонио Ринальди в середине 18-го века. Вдоль него – старый сад Екатерининского парка. Слева – бывшие кавалерские дома, в том числе директоров лицея, и историографа Николая Михайловича Карамзина. Садовая – часть старинного почтового тракта из Петербурга в Москву. В 1812 году по этой дороге уходила на войну с Наполеоном русская армия. Мы провожали все гвардейские полки, потому что они проходили мимо самого лицея. Мы всегда были тут при их появлении. Напутствовали воинов сердечной молитвой, обнимались с родными и знакомыми. Усатые гренадеры из рядов благословляли нас крестом. Ни одна слеза тут пролета. Вы помните? Текла за ратью рать. Со старшими мы братьями прощались, и в сень наук с досадой возвращались, завидуя тому, кто умирать шел мимо нас. Выйдем из галереи и повернем направо. Когда начались военные действия, всякое воскресенье кто-нибудь из родных привозил реляции. Газетная комната никогда не была пуста, в часы свободные от классов. Всему живо сочувствовалось у нас. Опасения сменялись восторгами при малейшем проблеске к лучшему. Профессора приходили к нам и научали нас следить за ходом дел и событий. Справа на стене карта Европейской части России. В центре комнаты, на круглом столе, номера газеты «Северная почта» с реляциями, сообщениями о военных действиях с июля по октябрь 1812 года, самых ожесточенных месяцев войны. Здесь же лист журнала «Сын Отечества» с патриотической статьей Куницына «Послание к русским» и басня Крылова «Волк на псарне» ответ баснописца на попытки Наполеона заключить мир. В образе старого Ловчева лицейские без труда узнали Седовласова-Кутузова. «Внимание, господа! Волк на псарне!» Волк ночью, думая попасть в овчарню, попал на псарню. Поднялся вдруг весь псарный двор, почуя серого так близко за бияку, и вмиг ворота на запор. Мой волк сидит, прижавшись в угол задом, и начал так. «Друзья, к чему весь этот шум? Я ваш старинный сват и кум пришел мириться к вам совсем не ради ссоры. Забудем прошлое, уставим общий лад». «Послушай-ка, сосед!» Тут Ловчий перерывал в ответ. «Ты сер, а я, приятель, сед. И волчью вашу я давно натуру знаю, а потому обычай мой с волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру с них долой». И тут же выпустил на волка гончих стаю. «Ату! Ату его!» Из большого зала два арочных проема ведут в комнаты для внеклассных занятий. Проходную и длинную. Напротив газетной – проходная. Свои стихи, эпиграммы, рисунки они помещали в рукописные журналы. На круглом столе внизу обложка иллюстрированного журнала «Лицейский мудрец» номер 2 за 1815 год и карикатуры воспитанника Алексея Ильичевского из разных номеров. Над журналом рисунок «Лицейские профессора», ищущие милости у министра народного просвещения графа Разумовского. Преподаватели идут на поклон к министру, кроме Куницына и Дебудри, повернувшихся спиной к высшему чиновнику. Раскрашенные карикатуры. Справа – демон метромании на товарища Пушкина Вильгельма Тюхельбекера или «Кюхлю», как называли его друзья. Он сочинял длинные громоздкие стихи, подражая древним поэтам. Писать ли за свои грехи ты с виду всех трезвее? Вильгельм, прочти свои стихи, чтоб мне заснуть скорее. Метромания в переводе с греческого «Страсть к сочинительству». На рисунке сам демон метромании нашептывает в ухо Кюхле стихи. Слева – карикатура «Спасение утопающего». Принято связывать ее содержание с происшествием, случившимся с Вильгельмом, которое он сам описал в дневнике. В мае 1817 года моя ссора с Малиновским и горячка вследствие этой ссоры до побега из больницы в пруд Александровского сада, где я чуть-чуть не утопился. Чуть выше, левее, рукописные листы из словаря Кюхельбекера, в которой он делал выписки из книг по истории, философии, обществознанию. Ж – жестокость, Л – люди, любовь, О – общественное благо, Р – рабство. Щедро делился знаниями с товарищами, которые ценили эрудированность Вильгельма. Пушкин назовет его живым лексиконом и вдохновенным комментарием. В 1826 году Вильгельм Карлович Кюхельбекер за участие в восстании декабристов был приговорен к долгим годам каторги. Мой брат родной, по музе, по судьбам, Приди огнем волшебного рассказа, Сердечные предания оживи, Поговорим о бурных днях Кавказа, О Шиллере, о славе, о любви. Рядом со словарем стихи лицейских поэтов Антона Дельвига, Алексея Ильичевского, Стихотворение Пушкина «Товарищем». Пушкин постоянно и деятельно участвовал во всех лицейских журналах. Импровизировал так называемые «Народные наши песни», точил на всех эпиграммы. Естественно, он был во главе литературного движения, сначала в стенах лицея, потом и вне его. За время учебы в лицее Пушкин написал более 130 стихотворений. 30 из них тогда же были изданы. В шкафу среди журналов с первыми поэтическими опытами лицейских на нижней полке «Вестник Европы номер 13 за 1814 год», открытый на стихотворении «К другу стихотворцу». Это первое опубликованное произведение Пушкина. Под стихами подпись «Александр Н. К. Ш. П. Юный поэт поставил только согласные буквы своей фамилии, разместив их в обратном порядке». На двух других полках изданные труды лицейских преподавателей, профессора нравственных и политических наук Александра Петровича Куницына, учителей словесности Николая Федоровича Кашанского, Александра Ивановича Галича, историка Ивана Кузьмича Кайданова, преподавателя французского языка Давида Ивановича де Будри. Слева от шкафа, на конторке красного дерева конца XVIII века, копии автографов лицейских стихов Пушкина. Рядом с пером «Воспоминания в царском селе». Автограф этого стихотворения обнаружил в архиве Гаврила Романовича Державина его первый биограф, академик и филолог Яков Карлович Грот. Он полагал, что по этой рукописи юный Пушкин читал на экзамене. В аккуратно переписанных стихах есть одно исправление. В самой первой строке «Навис покров угрюмой ночи». Слово «ночи» исправлено на старославянское «ноще». Вероятно, поправку внес сам Державин. «Навис покров угрюмой ночи, на своды дремлющих небес, в безмолвной тишине почили дол и рощи, в седом тумане дальний лес. Здесь каждый шаг в душе рождает воспоминания прежних лет. О громкий век военных споров, свидетель славы россиян, ты видел, как орлов, румянцев и суворов, потомки грозные славян, и рунам Зевсовым победу похищали. Их смелым подвигом страшась дивился мир. Державин и Петров героям песнь прицали струнами громозвучных лир. Вернемся в большой зал и налево пройдем в длинную комнату. На стене генеральная карта Российской империи с разделением на новоучрежденные губернии и уезды 1785 года. В то время самая большая, когда-либо издававшаяся в России. На кафедре над красными столами в экипу книг «Не видите ли, друзья?» Печально чуть скрипит огромная доска, и карты грустно веют над стенами. На печке дудка и венец. Полуциркульные парты расположены амфитеатром. Лицейские занимали места в зависимости от успехов по тому или иному предмету. Первые занимали лучшие ученики, последние, кто не имел знаний по предмету. В 1825 году Пушкин в стихотворении «19 октября» напомнил своим друзьям об этом правиле. Садитесь, как вы садились там, Когда места в тени святого крова Отличие предписывало нам. Спартанскую душой пленяя нас, Воспитанной суровой уми нервы, Пускай опять в Ольховский сядет первый, Последним я Ильбруле Ильданзас. На уроках русской словесности Пушкин сидел впереди, вероятно, в числе последних на математике. В математическом классе вызвал его Раскарцев к доске и задал алгебраическую задачу. Пушкин долго переминался с ноги на ногу и все писал молча какие-то формулы. Карцев спросил его, наконец, что ж вышло, чему равняется икс. Пушкин, улыбаясь, ответил нулю, Хорошо. У вас, Пушкин, в моем классе все кончается нулем. Садитесь на свое место и пишите стихи. Спасибо Карцеву, что он из математического фанатизма не вел войны с его поэзией. При самом начале он, наш поэт, как теперь вижу, тот послеобеденный класс Кашанского, когда, окончивший лекцию несколько раньше урочного часа, профессор сказал, Теперь, господа, будем пробовать перья. Опишите мне, пожалуйста, розу стихами. Наши стихи вообще не клеились, а Пушкин мигом прочел два четверостишия, которые всех нас восхитили. Пушкин проявлял интерес к нравственным и политическим наукам, был увлечен историей, с легкостью занимался французским. За прекрасное знание языка имел прозвище француз. Документ на стене справа расположение часов в первый год учебного курса в лицее. Это распорядок дня с расписанием уроков. Он мог меняться, как сказано в уставе, по удобности и по временам года, держась того главного правила, чтобы воспитанники не были праздны. Вставали мы по звонку в шесть часов. От семи до девяти часов класс, в девять чай, от десяти до двенадцати класс, в час обед, от двух до трех или чистописание, или рисование, от трех до пяти класс, прогулка три раза в день во всякую погоду, в половине девятого часа звонок к ужину, в десять вечерняя молитва, сон. Учебное заведение закрытое с тем, чтобы оградить юношей от домашнего влияния с его патриархальным укладом и крепостными порядками. Не разрешалось покидать царское село даже во время каникул, которые длились один месяц, июль. Родные навещали воспитанников только в определенные дни. Лицейским запрещалось кричать и бронить служащих, будь они даже крепостные люди. К ученикам обращались на «вы», добавляя «господин». В лицее строго соблюдался закон об отмене телесных наказаний. Вся система воспитания, заложенная первым директором лицея Василием Федоровичем Малиновским, была направлена на развитие чувства самоуважения и достоинства. Обучение длилось шесть лет, с разделением на два курса, по три года каждый. Начальный – гимназический, с изучением предметов старших классов гимназии. Окончательный – университетский, включающий основные предметы трех факультетов университета – словесного, нравственно-политического и физико-математического. Лицейские выбирали гражданскую или военную службу и выпускались в зависимости от успеваемости с чинами от четырнадцатого до девятого классов, в соответствии с табелем о рангах. Профессора математических и физических наук Якова Ивановича Карцева. Для проведения опытов и лабораторных работ профессор заказывал научные приборы. Здесь представлены, собранные по его спискам, инструменты и механизмы конца восемнадцатого, начала девятнадцатого веков. Первая при входе слева – отводовая машина. Лабораторное устройство, изобретенное английским физиком Джорджем Атвудом в 1784 году, предназначалось для определения ускорения тела в свободном падении. Маятник со звонком необходим для отчета времени. В шкафах красного дерева собраны ценные экспонаты. С левой стороны в шкафу на нижней полке астрономические приборы. Солнечные часы мастера Джона Брэдли, зрительная труба, планетариум работы Георга Адамса второй половины восемнадцатого века. Представляет гелиоцентрическое строение солнечной системы. При вращении ручки модель приходит в движение, и все планеты начинают путь вокруг Солнца. Движения нет, сказал мудрец продатый. Другой смолчал и стал пред ним ходить. Сильнее бы не мог он возразить. Хвалили все ответ замысловатый. Но, господа, забавный случай сей другой примерно память мне приводит. Ведь каждый раз над нами солнце ходит, однако прав упрямый Галилей. В витрине коллекция минералов, состоящая из сорока предметов, включая морские раковины и окаменелости. На противоположной стене в деревянном корпусе спиртовой термометр по Фаренгейту. Среди приборов во втором шкафу микроскоп английской работы конца 18 века, стеклянная трубка Ньютона для демонстрации скорости падения тел в безвоздушном пространстве. В трубку помещают предметы разной массы, например, перышко и металлический шарик. Откачивают воздух и при резком повороте трубки вертикально, видно, что перо и шарик падая, достигают дна трубки почти одновременно. Справа от шкафа барометр мастера Бассетти 1810 года. 19-е столетие время значительных достижений в науке. Лицей шел с веком наравне. Физический кабинет был одним из лучших в свое время. В центре комнаты на столе характеристики воспитанников и табель успеваемости 1816 года. Система оценок такова. Единица означала превосходно, двойка очень хорошо, тройка хорошо, четверка посредственно, ноль худо. Первый князь Александр Горчаков. Золотой медалист, в будущем министр иностранных дел и канцлер России. Ты, Горчаков, счастливец первых дней, хвала тебе. Фортуны блеск холодный не изменил души твоей свободной. Все тот же ты для чести и друзей. Последний в списке сын Лени вдохновенный, барон Антон Дельвик, часто дремавший во время занятий. В нем заметна была только живость воображения. Любовь к поэзии пробудилась в нем рано. Он знал почти наизусть собрания русских стихотворений. С Державиным не расставался, Горация изучил в классе. Дельвик стал знаменитым поэтом, издателем литературной газеты. Пушкин по успеваемости двадцать шестой, с тремя превосходно по российской словесности, французской риторики и фехтованию. Нули по физике, математике, немецкому языку, рисованию. Ироничное отношение к табелю отразилось в коллективном творчестве воспитанников лицейской национальной песне. Этот список сущий бредня. Кто тут первый? Кто последний? Все нули, все нули, ай люли, 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 люли. Глава библейского старца Ивана Малиновского, птичка Константина Донзаса, цветок Павла Мясоедова, лев Александра Бакунина, голова воина Сергея Ломоносова, два верхних в центре Александра Пушкина, собака с птицей и продавец кваса. Считается, что в виде продавца поэт изобразил однокурсника Павла Юдина. На бочонке с квасом цифра 6, номер лицейской комнаты этого юноши. Часто воспитанники обращались друг к другу, называя не имя, а цифру комнаты. На постаментах и в шкафу гипсовые антики. Подобные служили образцами для рисования. Слева на столе листы из альбома учебного пособия немецкого художника Иоганна Прейслера, основательные правила или краткое руководство к рисовальному художеству. В лицее применялась академическая система обучения рисованию. Требовалась точность изображения. Полученные навыки пригодились лицейским во взрослой жизни. Федор Матюшкин, участвуя в экспедиции на Крайний Север, вел подробный дневник с иллюстрациями. Делал зарисовки военный топограф Владимир Вольховский. Мы проходим направо в певческий класс. Полукруглая комната с изящной росписью потолка светильниками в форме лиры. Изначально преподавателя музыки в лицее не было. Многие воспитанники брали частные уроки игры на музыкальных инструментах. Скрипкой владели Вильгельм Кюхельбекер, Михаил Яковлев, Сергей Камовский. Самым музыкальным на курсе считался Николай Корсаков. Он играл на гитаре, скрипке, клавикордах, сочинял. Стихи Пушкина впервые переложили на музыку его товарищи еще в лицейские годы. На старинном фортепиано, украшенном изысканной резьбой с изображением лиры, прощальная песнь воспитанников императорского лицея в царском селе. Слова Антона Дельвига. Музыка Вильгельма Теппера, который с 1816 года исполнял должность учителя пения. Прощальная песнь, созданная для исполнения на церемонии первого выпуска, впоследствии стала лицейским гимном, и звучала на всех лицейских праздниках. Ноты песни издали в 1835 году благодаря Егору Антоновичу Энгельгарту, директору лицея с 1816 по 1823 Энгельгарту. Энгельгарта. 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 Отбой господа к порядку. Отбой Косну господа. Отбой Отбой След за дядькой пройдем далее по коридору. В центре комнаты 30 первенцев лицея. На каждой, как и прежде, табличка с ее номером, именем и фамилией воспитанника. Восемь комнат воссозданы и открыты для осмотра. Первый из них справа номер 11 Владимира Варховского. Лицейский прозвали его Суворчик за то, что он мечтал стать военным и потому вел по-настоящему спартанский образ жизни. По утрам обливался холодной водой, спал на книжках и учился усерднее всех. Про него товарищи сочинили куплет лицейской национальной песни. Хоть соскучил, хоть поплачу, сидя над громадой книг, хоть здоровья потрачу, буду первый ученик. Владимир Варховский закончил лицей с большой золотой медалью и стал генерал-майором генерального штаба. Спальни отделялись одна от другой и от коридора перегородками, не доходящими до потолка. В верхней части каждой двери сетка для света и воздуха, которая закрывалась занавеской. Обстановка комнат одинакова. Железная кровать, комод, конторка, зеркало, стул, стол для умывания вместе и ночной. На конторке чернильница и подсвечник со щипцами. Подойдем к комнате номер 14, которую занимал Пушкин. «Стул ветхий, необитый, и шаткая постель, сосуд водой налитый, соломина свирель, вот все, что пред собою я вижу пробужден». Инспектор привел меня прямо в четвертый этаж и остановился перед комнатой, где над дверью была черная дощечка с надписью «Номер 13, Иван Пущин». Я взглянул налево и увидел номер 14, Александр Пушкин. Очень был рад такому соседу. Я, когда уже все засыпали, толковал с ним в полголоса через перегородку о каком-нибудь вздорном случае того дня. Вместе мы, как умели, сглаживали некоторые шероховатости, хотя не всегда это удавалось. Пушкин с самого начала был раздражительней многих. Чтобы полюбить его настоящим образом, нужно было взглянуть на него с тем полным благорасположением, которое знает и видит все неровности характера и другие недостатки, мирится с ними и кончает тем, что полюбит даже и их в друге товарища. Между нами как-то это скоро и незаметно устроилось. Товарищ милый, друг кидастам сродну скуку, и в первый раз мы вместе пьем нередко и бронимся, но чашу дружества нальем и тотчас помиримся. Пройдем дальше. И с правой стороны будет вход в квартиру учителя рисования и гувернёра Сергея Гавриловича Черикова. В общих правилах поведения значится, все воспитанники равны, как дети одного отца и семейства, а потому никто не может презирать других или гордиться перед прочими, чем бы то ни было. Таким образом мы скоро сжились, свыклись. Образовалась товарищеская семья. Близко узнали мы друг друга, никогда не разлучаясь. Бывало, учителя приглашали лицейских к себе на музыкальные поэтические вечера, попить чаю, порисовать. Уроком рисования отводилось два часа в неделю. Однако жёсткое расписание занятий оставляло свободным время только от завершения уроков до отхода ко сну. В свои комнаты-кельи лицейские не торопились и с удовольствием бывали в гостях у Сергея Гавриловича. Сюда устремлялись будущие министры, генералы и поэты, а в те годы воспитанники лицея. Они читали свои стихи и даже сочиняли вместе повесть, рассказывая по очереди её продолжение. Известно, что на одной из стен комнаты долго сохранялся экспромт юного поэта. Однажды здесь он рассказал товарищам сюжет своей будущей повести «Метель», изданной в 1831 году. Обстановка воссоздана с использованием предметов мебели и убранства конца 18-го, начала 19-го веков. Справа на мольберте представлен единственный сохранившийся портрет Пушкина лицеиста. Предположительно, автором портрета является Чериков. Ему принадлежит и словесное описание юношеской натуры поэта. Легкомыслен, ветрен, нерадив. Впрочем, добродушен, усерден, учтив, имеет особую страсть к поэзии. Интересно, что свой стихотворный портрет Пушкин написал на французском, который знал в совершенстве. Вы просите у меня мой портрет, но списанный с натуры. Дорогой мой, он сейчас же будет готов, но только в миниатюре. Я молодой повеса, еще на школьной скамье, не глуп, говорю без стеснения и без жеманного кривляния. Я летоин фрей, ле шевел блон, и ла тет бухлей. У меня свежий цвет лица, русые волосы и кудрявая голова. Врей демон по леспиаглори, врей синге по ламин. Бо ку и тро детурдори, ма фоа, вуа лапушкин. Сущий бес в проказах, сущая обезьяна, лицом много, слишком много ветренности. Да, таков Пушкин. Мы покидаем квартиру Чирикова. Оглянемся еще раз на комнаты и длинный коридор, где шумела повседневная лицейская жизнь. Вот вам выдержки из хроники нашей юности. Удовольствуйтесь ими. Может быть, когда-нибудь появится целый ряд воспоминаний о лицейском своеобразном быте первого курса с очерками личностей, которые потом заняли свои места в общественной сфере. Среди пушкинского золотого выпуска. Министр иностранных дел, канцлер России Александр Горчаков. Чрезвычайный посланник и министр при Нидерландском дворе Сергей Ломоносов. Адмирал Федор Матюшкин. Генерал-майор Владимир Вольховский. Директор Санкт-Петербургской публичной библиотеки, государственный деятель Модест Корф. Губернаторы Александр Корнилов и Александр Баконин, поэты Антон Дельвик и Вильгельм Кюхельбекер, декабрист Иван Пущин, чьи воспоминания звучали в нашем рассказе. Все щедро отдавали свои дарования родной стране в соответствии с неизменным лицейским девизом для общей пользы. Друзья мои, прекрасен наш союз. Он, как душа, неразделим и вечен. Неколебим, свободен и беспечен. Срастался он по тенью дружных мус. Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье куда б ни повело, все те же мы. Нам целый мир чужбина. Отечество нам, царское село. Здесь заканчивается осмотр мемориальной экспозиции лицея. Мы надеемся на новую встречу с вами и предлагаем посетить музей-дачу Александра Сергеевича Пушкина. Если возродить хотя бы один такой лицей, никакая Лига Плюща не нужна будет нашей интеллигенции. У нас самих такой опыт за плечами. Хватит смотреть на запад. Продолжение следует...